Это кровь. Ричард Уир находится в украинском городе Буча по поручению Human Rights Watch. Он один из сотен следователей, документирующих возможные военные преступления, совершенные российскими войсками. Они собирают доказательства для Международного уголовного суда. Германия — одна из стран, финансирующих эту миссию. Здесь было тело женщины, и я пытаюсь найти какие-либо вещественные доказательства того, как была она убита, откуда по ней стреляли. Более 60 стран уже призвали Международный уголовный суд расследовать обвинения в военных преступлениях в Украине. МУС — единственный постоянно действующий международный суд, который уполномочен преследовать подобные преступления. Более 120 стран признают его юрисдикцию. Россия не входит в это число, в отличие от Украины. Здесь, в Гаге, суд возглавляют 18 судей и два главных прокурора. Когда у нас есть информация о степени тяжести этих преступлений и факт отсутствия серьёзного расследования на национальном уровне, тогда это может стать необходимым в интересах жертв и в интересах правосудия. Нападение России на Украину — как раз такой случай. С помощью спутниковых снимков были обнаружены множественные массовые захоронения, например, в Мариуполе или в других местах, откуда российская армия отступила. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке уничтожить его страну. Мы видим, что Россия пытается уничтожить украинское государство и украинский народ. Это настоящий геноцид. Снимки из Украины шокируют. Тем не менее, пока следователи говорят, что не нашли однозначных доказательств систематических и скоординированных убийств. Но по обвинению в военных преступлениях также могут привлечь к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов. МУС потенциально уже может выдавать международные ордера на аресты. Для этого потребуются задокументированные конкретные преступления и доказательства того, кто именно отдавал приказы или, по крайней мере, с чего одобрения они были совершены. Я считаю, что ордер на арест важен. Он будет иметь огромное символическое значение. Это дополнительный инструмент, который можно использовать для давления на Путина. Такие ордера на арест еще больше изолируют президента Путина. Но международное право не предусматривает заочного судебного разбирательства. В таком случае Путин должен был бы физически присутствовать в Гааге. Эксперты говорят, что такой исход сомнителен, но не невозможен. Они уже три раза автомат... Тем временем сотни следователей, таких как Ричард Уир, продолжают собирать возможные улики в разрушенных войной украинских городах и поселках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова